Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте, он довольно-таки интересный. Всем доброго времени суток, наверное, эти вопросы не совсем относятся к этому разделу, но они меня не оставят в покое, я не знаю, где могу их задать, поэтому мне очень нужен ваш опыт в отношениях и ваше мнение. Начало ситуации. Есть один человек, с которым мы вообще не общаемся и он не является талантом красоты или привлекательности. Как парень он далёк от идеала, но когда мы встречаемся с взглядами, возникает чувство притяжения. У меня возникает сексуальное желание, я начинаю поедать его взглядом. Вопрос, возможно ли это некие феромоны или это чувство возникает независимо от нас? Ещё, возможно ли, что не только я это чувствую? Было ли у вас такое и что вы об этом думаете? Аноним, собственно говоря, автор вопроса, пожелал остаться анонимным. Я думаю, что действительно ваш вопрос, по крайней мере, сформулирован не совсем корректно. Во-первых, наш опыт, лично, личный опыт наш, может быть имплементирован вам в виде различных интервенций только в процессе психотерапии. Да и то не всегда. Поэтому это первое. Второе. То, что вы предлагаете, это эстерии погадать. Психологи не гадают. Психологи помогают человеку разобраться с проблемой человека. Поэтому, вопрос, какая конкретно у вас проблема? На мой взгляд, проблема заключается в построении отношений с мужчиной. Внешне и более глубинных проблем одиночества. Ну, или проблема страха, быть отверженной и так далее. Тут могут быть варианты. Это все предположения, гипотезы, сейчас речь не об этом. Может быть, еще какой-то вариант, не важно. Сейчас это не важно. Собственно, с этой глубинной проблемой нужно работать, а не гадать вот это вот то, что вы описываете. Дальше. Из вашего текста, практически, прямо, следует описание импринта. А именно за впечатление. Когда человек к некому цельному образу начинает испытывать нехарактерные для него чувства, на рациональном уровне, понимая, что вообще-то, ну, как бы, несколько странно эти чувства испытывать. Механизм за впечатление или импринта вы можете сами изучить в интернете. Я сейчас на этом останавливаться не буду, кроме только небольшой оговорки о том, что подобная механика возникает тогда, когда человек что-то не до конца прожил, не до конца принял, не до конца отреагировал и не до конца, ну, или не до конца проговорил, вербализовал. Вот. Дальше. Значит, вы спрашиваете. Возможно ли это некая феромония или это чувство возникает независимо от вас? Нет. Чувство возникает только у вас. А на них, по крайней мере, на это указывается факт. Пока. Возможно ли, что это не только я чувствую? Ну, гипотетически, возможно. А возможно, нет. Как это работает? Было ли у вас такое? У кого у нас аноним? То есть, как бы, лично у нас? Когда человек смотрит на что-то, ну, к примеру, это будет узор на стене или узор, допустим, на стекле, на ковре. Или тест Роршаха, знаменитый. Что происходит? А происходит то, что видя некоторую незавершенность рисунка. И рисунок здесь, может быть, в том числе и психологическим образом, человек имеет тенденцию к тому, чтобы этот рисунок завершить так, как хочется ему. Этот механизм вы описываете? Был ли у нас такой механизм? Да, был, он у всех есть. Люди на протяжении своего опыта данный механизм сталкивается, ну, довольно часто. И вообще-то это не есть плохо, потому что, ну, да, определенный творческий подход к восприятию, определенный образность мышления, что как бы говорит о том, что, ну, плюс-минус человек психически здоров. С одной стороны. С другой стороны, чрезмерная работа данного механизма указывает о компенсирующем направлении деятельности психики. Иными словами, такой активностью вы что-то компенсируете. Например, вы можете компенсировать данной активностью то, что вы чувствуете себя непривлекательным. Или то, что вы чувствуете, например, что, ну, как бы вот единственное, с кем вы можете построить отношения, это вот такой молодой человек, который вообще-то далек от идеала. Она бы хотелось, ну, кого-то более приближенного к идеалу, а лучше всего идеал. А о чем это говорит? Это говорит о самоцерке. Вот. Поэтому... Момент здесь такой. Вот. Как-то так она не... Я бы сказал, что вам бы разобраться себе как следует. Нужно. Вот. А не интересоваться подобными вещами, которые безусловно являются, конечно, очень интересными, но, к сожалению, бесполезными. Для вас. То есть они никак не решают проблему вашей неуверенности, они никак не решают проблему, к примеру, вашей, ну, допустим, неудовлетворенности. Вот. Это нужно, это нужно понимать. Поэтому я бы все-таки вас, честно говоря, направил бы на психотерапию. Вот. с тем специалистом, которого вы выберете. Где вы могли бы подробно все обсудить. А сейчас вы задаете вопросы из серии «А возможно ли?» К примеру. Испытываете вы к нему влечение. К примеру. Ну так познакомьтесь с ним. Влечение или останется и продолжит вас направлять и мотивировать, либо исчезнет и перестанет вас мотивировать. Но вы почему-то с ним не знакомы. Вы хотите, чтобы ваше чувство было взаимно. Вот тогда все будет хорошо. Не будет. Потому что вы никогда не узнаете, взаимно это чувство или нет, пока не познакомитесь с человеком. А куда бы он может не пройти. Совершенно элементарно считаю, что он не для вас. Ведь не только же вы увидите, что он далёк от идеала. Он тоже, скорее всего, такого же мнения. Да, и ещё один момент. А если у него то же самое, что и у вас, и всё это приведёт к довольно очевидному результату, насколько для вас это приемлемо, то ведь потом себя винить будете. Или что ещё более, так скажем, трагичное, это то, что решите, что на этом можно семью построить, построить отношения. А это вообще не так. Я сейчас немножко фантазирую, конечно, но, тем не менее, такие случаи бывают. Когда женщина, например, на одном только чувстве физического влечения начинает думать, что это её муж. Природно, инстинктивно, может быть, это правда. Но проблема в том, что мы живём уже давно не в первобытном обществе. И, как бы, нужно делать некоторую поправку на социальную среду, где мы находимся. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! До свидания! ПОДПИСМЕНТИЕ СМЕЦИИ Продолжение следует...